Играет музыка Играет музыка Играет музыка Конечно, со стороны может игра показаться недостаточно, может быть, тонкой и квалифицированной, но поверьте, что после того, как пропустишь пару ударов, очень трудно сосредоточиться, и, конечно, соперникам сейчас не позавидуешь. Видно, что они для начала пытаются просто наладить нормальное дыхание. Сейчас у них очень большой пульс, и, конечно, нервная такая вот обстановка влияет на них. Итак, в центре произошли размены, и черные обрели лишнюю пешку. Но, конечно, все может произойти, любая ошибка может оказаться фатальной. Но вот сейчас, видимо, испанский боец... Вот это да, вот это удар, что это за? Это жертва качества, дорогие друзья, да, вот неожиданный момент. Я думал, что ладья отступит вперед, и произойдет размена ферзии, но вместо этого испанский боец решил избавиться от опасного белого коня. Так, что же он получит взамен? Пока не видно реальной компенсации, но, видимо, состояла его игра в том, что... Упростить ситуацию. Дорогие друзья, шахматные подсказки в этом бою запрещены. Когда спортсмены снимают наушники, ничего нельзя говорить про позицию. И лошадью ходи, лошадью, наши обычные русские подсказки здесь непозволительны. Их наставники могут говорить только о боксерских делах, и никакие слова о шахманной позиции. Итак, белые развивают очень сильное наступление на ферзовом фланге, угрожает движение пешки B4, ну а черные в ответ затевают активную игру в центре. Вы посмотрите, очень интересно. Пешка на Е3, вот этот черный продвинутый пехотинец продвигается на Е2. Немножко осталось уже до цели, но белый ладья блокирует пешку. Очень непростая ситуация, белые уже угрожают ударом пешки B4, B5. Так, ладья белых уходит и атакует черную пешку. Обратите внимание, все три тяжелые белые фигуры атакуют пешку на Е2. Как ее защищать? Не видно. О, вот это удар. Браво, браво. Блестящая сыгранная. Между прочим, после взятия тут будет очень опасная ситуация у Белого Кроля. Позишнен стил, вели, вели шап и Блэк хэс калдплей.